30 марта в нашей стране отмечается праздник людей, которые своими руками создают настоящую красоту – День ремесленника. Этот праздник позволяет отметить творческие достижения ремесленников, а также показать их важность в нашей жизни. И в Славянском районе есть много настоящих мастеров, которые создают изделия в самых разных техниках. Жительница Славянска на Кубани Ирина Смольникова, мастер по изготовлению изделий из натуральной кожи, увлеклась этим делом, получая удовольствие от того, что ей удавалось сначала делать на любительском уровне. Когда же она поняла, что можно рассчитывать на помощь государства, ей захотелось большего. Государственная поддержка помогла ей открыть мастерскую изделий из натуральной кожи. В 2022 году я заключила социальный контракт и получила государственную поддержку на приобретение необходимого оборудования, материалов. Это явилось таким толчком для начала своего дела, своего творчества, которое сейчас успешно уже развивается. Я благодарю государство, благодарю социальную защиту за эти предоставленные возможности. После приобретения самого необходимого она стала работать над тем, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Многое удавалось, и чем лучше получалось, тем большего профессионализма хотелось добиться. Когда мое дело начало развиваться уже успешно, пришло ко мне осознание того, что необходимо. Я приобретала дополнительное оборудование, материалы, запросы учитывала клиентов. То есть, может быть, это индивидуальные какие-то клиенты, сумочки мечты, так я называла. Создание коллекций сумок, объединенных одной темой, это еще одна ступенька, ведущая вверх. Две темы «Москва» и «Маки» стали источником вдохновения. Я создала коллекцию сумок с цветочными принтами в сочетании кожи и ткани «Гобелен», с принтами «Москва». Эта коллекция будет универсальной и в то же время уникальная. Это несколько видов сумок различных своих конструкций. Торбо, тоут, саквояж, шоперы. То, что пользуется успехом у клиентов. Но я их стилизовала в нашем русском формате, в русском стиле, с такими орнаментами. Мне хотелось этой коллекцией показать и выразить женскую красоту, слияние женщины и природы. Ну и, конечно же, я патриот своей страны, и мне хотелось выразить свою любовь к столице. Для славянских мастеров различных ремесел очень важным событием стало создание клубов, которые объединили увлеченных людей. В нашем городе успешно работают и развиваются два клуба. Это клуб мастеров ремесленников, славяночка, членом которого являюсь я, и мастера Кубания. Наши мастера каждый уникальный. Мы не только участвуем в ярмарках, выставках, но и также проводим благотворительные мастер-классы. В День ремесленника в Анапе откроется Всероссийский форум мастеров ремесленников 2024 «Форум на море», посвященный профессиональному празднику. Ирина Смольнякова стала участницей этого форума, будет представлять там наш район и показывать свою коллекцию. Форум на море 2024, который пройдет в Анапе, даст уникальную возможность получить новые знания в маркетинге, в продвижении своего личного дела, бренда, правильно организовать ярмарку. Кроме того, это возможность общаться с творческими людьми, обменяться опытом. Программа форума насыщенная. Будет много интересного о развитии навыков, необходимых для успеха в этой сфере. Пройдут обсуждения актуальных тем и деловые игры. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...